И всем привет! Вы на канале Ведро и The Gaming. Меня зовут Александр. Сегодня мы продолжаем знакомиться с вашей предложкой. На очереди у нас рекомендация Тимура. Спасибо тебе большое! Вы, ребятки, тоже можете предложить мне любую игру. Просто напишите про неё в сообществе на ютубе. А как туда попасть, здесь будет сейчас небольшой видосик. Также для спонсоров я делаю видео вне очереди. Так что, если хотите стать спонсором, тыкайте кнопочку спонсорства и смотрите мои условия. Погнали! Ну а игра называется Battle Prime. Её нет в Google Play. Можно скачать с официального сайта. Все ссылочки будут, конечно же, в описании видео. Ну а мы тогда начинаем. Выберите режим стрельбы, спрашивают нас. Есть автоматически по кнопочке. Давайте возьмём по кнопочке, потому что, ну так интереснее, если что, переделаем. Тут нам накидали сразу же ботов и сразу же, как я понимаю, каточка начинается. Окей. Итак, режим командный бой. Я немножечко отвлёкся. Надеюсь, мы ещё не проиграли. А так убивайте противников, чтобы достичь цели. Поехали! Ух ты, какая графика сочная! Смотрите, ну прям вообще всё прекрасно видно. Слушай, есть пацаны зелёные бегают. Чё это такое? Это светошумовух, походу. Вибрация есть? Мне немножечко не нравится, да. Выстрел тоже с вибрацией? Нет. Поражение, короче! Ну вот мы поиграли. Замечательно, да. Надо зайти сейчас в опции. Можно это сделать, нет? Да, настройки есть. О, пацаны, смотрите, весёлый. Ну классно всё сделано. О, это, короче, калибровка. То есть можно, в принципе, послеваться и поиграть с нубосранчиками. Замечательно, да. Мне интересно, что здесь с онлайном, потому что игру нельзя скачать с Google Play, как я сказал, да. Будет ли тут вообще живые люди? Так, завершите 10 боёв, чтобы... Ну, я понял это всё, это понятно. Я хочу в настройки зайти. Ну вот уже человеческое меню. Уже можно и здрасти, и до свидания сказать. Так, что тут можно сделать? Новых Prime можно открыть по мере игры. Короче, тут есть много разных персонажей, как я понимаю. Это скины или ещё здесь будут какие-то скиллы, так сказать, да, умения? Так, это что такое? Боевая готовность для шок? Перочки какие-то всё-таки присутствуют. Окей, боевая готовность для шок плюс 12 магазинов для каждого оружия. Пока ни черта не понятно, надо вникать, да. Ну, тут нам показывают, что можно прокачать пацанам ему. Вот второй левел походу апнули. Замечательно. Важно полученные перки уст... А-а-а, всё понятно. То есть три перка можно выбрать всего лишь. Ну, классненько, классненько так. 25% ко времени до начала раскачивания оружия в прицеле. Фига себе, он снайпер какой-то получается. В бой уже, я хочу в опции зайти. Выключить вибрацию. Ну ладно, погнали в бой. Судя по никам, это живые люди. Ну, либо хорошо замаскированные боты. Пацаны прям появляются, третье прикольное. Ну, конечно, скрипово выглядит, но типа тренировочка-то и рыпыра, да, как я понимаю. Или уже погнали, уже погнали, походу. Надо лорчик посотреть, потому что что-то необычное происходит на карте. Прицельчик. Ой, здравствуйте. Вот что это за вибрации сейчас были? Карты большие. То есть главный минус... Ух ты, пацанчик бежит, смотрите. И как в него стрелять? Как попасть-то? Замечательно. Хорошо, дик. Хорошо вообще играем, да? По-киберспортсменски. Не, надо, короче, автоматическую стрельбу включать, потому что у меня пальцев не хватает, я слишком старый для экшенов. То есть здесь можно это все сделать, дам. Так, режим стрельбы по кнопке в прицеле автоматически. Опаньки, смотрите. Это что такое? Режим стрельбы. Автоматически. 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 Возможно, будет полегче. Чувствительности немного не хватает. Сейчас будем, да, вот уже лупить. Так на весь, здесь охота еще, знаете, пацаны. А то я вижу цель, уже стреляю, дам. То есть здесь надо типа по прицелу сделать. Ну, блин, я слишком стар для таких игр. Я просто, мне не получится в нее играть по-любому. Карты мне, вот что нравится, они широкие. То есть есть где продохнуться. Потому что когда ты играешь в Call of Duty, там, блин, коридор размером с тебя и все. Вон пацанчики вроде сидят. Надо чувствительность повысить. Очень маленькая. Ну, вроде в кого-то попадаем, но... Я так не смогу в нее играть, да? Ну, минус, типа. Минус. Так, 19-14. Вроде бы ведем у нас. Есть шоковая граната. Я хочу посмотреть, как она на нас действует. Давайте посмотрим. Так, кинули. Ну, да, окей. Какой-то крутой пацан бежит, короче. О, тут еще полный счет написано. Интересно, он между катками сохраняется? Как в этом? Как в Вайл Танке. Был прикольным. Так, куда бежим? Непонятно. А графоний сильно замаскированный, короче. То есть видно, что он... А как присесть? Ну, так боты не умеют играть. Он сел и убил меня с какого-то МГЦ-4. Представляете? Вот здесь подкаты есть. Смотрите, прикол. Ну, блин, я говорю, я не дорос до таких игр. Мне лучше в танчики поиграть. Ну, игра прикольная, мне нравится. Можно попозориться немножко. Вот, хотели шумовуху посмотреть? Вот, посмотрели, пожалуйста. Вот я же ему в голову попал. Сейчас мы, смотрите, по тактикульному пойдем. Опаньки. Че, ничего не видишь? А я сейчас перезарю. Он тоже гранату кинул. А это уже необычная граната была. Если что, вдруг, да. Замечательно. Блин, вибрация есть? Но я думаю, вы ее не слышите, как она громко-то вибрирует на самом деле. Ну, да ладненько. Не, ну, поуграть можно. Надо привыкнуть ко всему, в принципе, можно привыкнуть. А че это такое? Дайте быстрее. Это танцы у нас есть. Вот это хорошо, да. Это самый главный элемент в таких играх. Чтоб потанцевать над трупом. А что это такое? А, это типа тэкчик. Можно сюда будет, наверное, какие-то крутые картиночки делать. Ща мы, короче. А кто-то сзади меня бьет, да, или что? Смотрите, как по тактикульному мы их всех... Почти что разобрали, да. Мне кажется, ли кто-то говорит в голосе. Надеюсь, мой базар не слышен. А то будет смешно. Чувак сидит, сам с собой разговаривает. Вон пацан, как раз сидит. Прямо, смотрите, какой-то кемпер. У него 0-3 счет. Он меня три раза победил, получается. Да, так? Счет 29-30. Надо как-то их будет вынести. Вон они сидят, смотрите. Но они как-то подсвеченные даже. Прикол. То есть, теоретически, можно научиться в нее играть. И получать от этого удовольствие. Ой, кто это, кто это? Да вы запарили, блин. Ну мы его хотя бы два раза убили. Он с какого-то этого пулемета бегает. Видно последнюю свою цель. Кто тебя убил? Прикол, прикол. Пацан горит, представляете? Вон сгорел на работе. Ну бывает что. Окей, поражение опять. Ну я думаю, мы калибровку даже не специально сливаясь делаем как надо. Да и будет нам просто играть. Замечательно. Я хочу посмотреть другие опции игры. То есть, смотрите, всех можно в друзья добавить. Были все живые. То есть, пацаны в это играют реально. Ну круто, что, блин? Разблокирован модуль для вашего оружия. Что это такое? То есть, здесь можно еще качать, либо заменять оружие, как я понимаю, да? Так, окей, окей, модули. Все сделано наподобие батл пасса. Это очень удобная вещь, когда ты видишь прогресс, видишь, что у тебя следующее будет. И просто идешь к этой цели, забираешь, и ты молодец. Так, есть какой-то компенсатор, который дает нам, что дистанция сокращается. Но зато точность и контроль увеличивается. Прикол, прикол. То есть, отдача меньше получается, да? Опять у нас кнопочка в бой, и опять я не могу... А, нет, могу в опции зайти. Чего я прибедняюсь-то? Все нормально. Так, что можно сделать здесь? Гироскоп, инверсия. Я хочу вибрацию выключить. У меня, кстати, есть джойстик. Можно с джойстика поиграть. Это прикольно, короче, вообще замечательно, да? Я обязательно ее оставлю, попробую на джойстике поиграть. Клево, клево, клево. Окей, карта уже прогрузилась. Продолжаем сливать рейтинг. Сейчас будем действовать более аккуратно. Как я понимаю, у нас опять выбора нет. Пацан, конечно, кринжовый. Ну что, как ультра отличается графика? По-моему, то же самое, только стало немножечко поярче. Уже напоминает какую-нибудь танк компани, потому что там тоже такие вот палитра цветов. Очень теплая, очень яркая, да? По крайней мере, на таких картах, да? Пацанчик уже сдох один. Ну что вы делаете? Мы только начали. Ладно, погнали искать противника. Вон кто-то есть. На простреле прям стоят, смотрите. Пацанчики стоят, да? Я тоже стою. О, убили по-киберкотлетски. А 134 здоровья осталось. Как похилиться-то? Санитар! Ну тут, короче, кемперы тусят вообще просто жесть. Сменить прайма. А куда сменить-то? Я его и не сменю никак. То есть я их вижу и так, и сяк. Я думал, сначала в прицеле их видно лучше. Все одинаково. Ну ладно, смотрите. Пацанчик упал, значит, здесь есть враги. Кто-то поехал, смотрите. Красотень, блин. Прям на базе падают, пацаны. Счет 5-10. Ну, пацан бежит. Здорово, мужик. Вот так вот я играю. Да, встал как вкопанный, но зато кого-то подстрелил. Перезарядка. Ну и что, где ты? Не видно ничего. Я тебя убил. Убийца королей. Короче, мы убили короля. Ну, прикольно. Есть всякие ачивочки. Там кто-то бегает. Я, как понимаю, когда зеленый, он неизвимый, да? Все-таки в очках крутые, блин. Так, давайте. Вот король бежит, походу, да? Отдача идет, короче. Ты не можешь остановиться. Ну, конечно, надо учиться стрелять не с автоматической стрельбой, потому что ствол не опускается. Ой, ну и ладно, что? Ну и ладно, и что? Ну и ладно, и что? Что вы мне хотите? Гранатами закидать, что ли? Я обязательно выживу. Двощик неподвижный, да, походу? Или подвижный? Не знаю. Ну, к управлению надо привыкнуть, да. Стреляю в него, стреляю. Тут развернулся в него, убил. Блин, неудобно немножечко. То есть, когда начинается стрельба, ты плохо контролируешь эту штуку, потому что она вверх уходит. Надо как-то изначально не в голову целиться, а вниз, чтобы она вверх поднималась. Ну, короче, ко всему надо привыкать, да. Вердикт надо привыкать, прикол. Вот видите, я не могу его... Либо это лагает у меня просто так. А без прицела фиг вообще попадешь. Надо гранату кинуть, да и все. Ну, что, кинул гранату. Не получилось, походу, кинуть гранату. Так он еще и карту знает, смотрите. А что это такое с ним? Почему он такой красный? Что с тобой? Мы его убили, нет? Ну, даже если не мы, то я видел, как он сдох. А 23-24 счет, мы опять сливаемся. Блин, пипец. Это Тима Раки. Я хорошо играю, да. На самом деле я плохо играю. Но они броневые какие-то. Стрелять не перестрелять. Пил, пил. Ну вот, убийца королей, замечательно. Так, и вроде бы, смотрите, я почти что полный. Немного надо в прицеле, походу, чувствовать. Нет, хотя нормальная чувствительность, вообще четкая. Это именно отдача. То есть начинает лупить, как угорелый. И это... Замедляется оружие. Сопротивляется. О, блин, фига себе, жесть. И еще прикольно, от ствола дымок идет. Заметили, прикольно. Вот, еще один есть. А, убили, блин. Ну, блин, накеляли. Смотрите, 32-32. Такая довольно-таки плотная заруба. Зеркальный счет. Замечательно. И не сказать, что просто тир, как был вчера с зомбаками. Да, победа до 35 очков идет. Первая победка, замечательно, да. Какая-то тетка затащила. Смотрите, MVP худали. А мы где? Где мы, где мы, где мы? А кто я? Ну, наверное, я вот этот парень. Который сзади, вот, оранжевенький стоит. 4Е29. Так, разблокировали новое оружие. Окей, пистолетик новый нам... А, шотганчик теперь есть. Снайперский шотган, что это такое, блин? Ну, давайте установим. Вместо пистолеток, как я понимаю, да? Ну, и хорошо, нафиг пистолет, когда есть шотган. Окей. Так, бой начнется 4 секунды. Бегать нельзя с 30. Ты же как вкопанный. Ну, давайте попробуем дробовичок взять. И опробовать его в бою, так сказать. Как нам и просили, да. А что ты не стреляешь-то? Стрельнее. Он не стреляет. Ну, как в него стрелять? Ну. О, убили... Нет, не мы. Ладно. Спишем на шок. Вот он тоже с дробовиком, походу, был. Ну, вот убили, смотрите. Наконец-то! С дробовика завалили. Ачивочку дали. Замечательно. Мы прошли игру, пацаны. Ну, я говорю, шутаны нет для меня. Да. Мне бы ботиков пострелять каких-нибудь. Либо каких-нибудь зомби, может быть. Поражение. Печалька, печалька, да. Ну, короче, если вам нравятся шутаны, то игра, наверное, и это зайдет тоже. И, пацаны, смотрите. Два братана такие слева стоят в касках. Крутые пипец, да. Я хочу режим посмотреть. Так, календарь наград. Это, короче, ежедневные заходы. Мне дали вот такой вот камуфляж какой-то, блин, весь в наклейках. Пипец. Жескач, да. Вот так вот он выглядит. То есть, в конце нам дадут какой-то крутой скин на какую-то крутую штуку. На калашников, как я понимаю, да. Окей. А что это такое? Сезонный календарь. А, то есть, лучалочки тоже дают. То есть, много чего дают. Прикольно. Есть смысл заходить сюда. Специальное предложение. Лунный контейнер. 100p стоит. Сколько стоит 1p? Не знаю, да. Ну, ладно. Пока у нас нету этих пэшек, доступна награда. То есть, мы прокачались. Вот у нас теперь есть какая-то желтая штука. Забираем. Это скин. А, вы получили необычный облик. Но это облик, это не пушка. Окей. То есть, и потом мы идем, 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 идем. Давайте посмотрим, что в конце нас ждет. О, тут, кстати, награды все. А, нет. Награды есть элитные, которые нельзя забрать, да. То есть, вот такой-то скиночек. Смотрите. А, ну, типа китайский Новый год, наверное. Как-то так, да. А финальная штука какая-то прям драконевская. Смотрите, какая жесткая. Ну, естественно, платная. То есть, можно только повысить. А нам предлагают взять какую-то морду чувака за XP. Окей. Хорошо. Ну, вот. Вроде бы менюха есть. Давайте посмотрим. Это наши чуваки. Появился новый паренек в касочке. Что ты умеешь делать? Основное оружие это пулемет. Окей. Дополнительное оружие. Что это такое? Ну, на вид какой-то дробовик, да? Да. Окей. Пистолет-дробовик. Пусть будет так. Тут много всякого разного оружия, с которым можно познакомиться тем, кто любит оружие. Здесь мне, в принципе, пофиг. Бустеры-фигустеры. Ничего интересного нету. Так. События. Календарь наград, сезонный календарь. Это мы все видали. То есть, из событий пока только халява. Нас ждет замечательно. А как это убрать? Вот так, наверное, да. Потом есть кланчики-фиганчики, которые нам тоже сейчас не особо нужны. А лидерборд. Вот это вот интересненько. А что нам дают за первое место? Давайте посмотрим. Это пацанчик такой, да, бегает на первом месте. Смотрите, весь золотой. Прикольный. На стиле пацан. Только винтовка, блин, не в тон идет. Окей. Модный приговор он провалил. Тут более крутой пацан. Ну, это, конечно, кринж для боевых игр. Вот такие вот костюмчики. Это сразу же какой-то Fortnite либо а-ля пук. Мне такой не нравится, да. Лучше какие-нибудь суровые такие вот штуки. Ну, тут даже вот с наклейками, которые мне там выдали, смотрят стильненько-модненько-молодежно, чем розовая кота-телка с автоматом. Ну, это мое такое сугубо личное мнение. А так здесь инфой больше ничего. Ну, окей. Мы вроде бы все посмотрели. Я предлагаю финальный бой сыграть. Прям затащить его. Прям со всей силы затащить и закончить. Тут есть куча режимов. Раз, два, три, четыре. Восемь штучек, короче, режимов. У каждого свои условия. А убить всех врагов или захватить точку связи в конце раунда, чтобы отключить боевые протоколы противника. Аботаж, потом есть дуэль, битва, снайперов, перестрелка. Командный бой, схватка, три на три, контроль, мини-превосходство. Дофигища карт. То есть, в принципе, игра довольно-таки богатая на контент. Это здорово. Ну, ладно, что мы тогда делаем? Просто нажимаем в бой. Что будет, то будет. Я, короче, взял пулеметчик. Сейчас посмотрим, как он нажаривает, так сказать, со своим пулеметом. То, что есть этот прицел на пулемете. Короче, на всех оружиях есть прицел, как я понимаю. Даже на дробовиках, на миниганах, наверное, и так далее. Ждем пацанов. Вот, карта такая туннелевидная. То есть, мы должны прям делать хорошее прикрытие. Еще попадать по целям. Еще бы мне аимчик, да? Вот, я не могу его опустить. Ну, убили, смотрите, прикол. А долго перезаряжается? Как посмотреть? Давайте посмотрим. Да, долго перезаряжается, смотрите. Ну, так, плюс-минус. А что за второе оружие? Давайте посмотрим. Ну, как проверить-то его? По-другому никак. Только так. Прямо в лицо. Ну, вот этот пацан мне больше нравится. А какой-то разрывной этот, короткоствольный винторез. Не сказать, что дробовик. Ну, возможно, дробовик, да. Узишник, смотрите, подбежал меня, расстрелял сзади просто, как этот, как конь какой-то. Огонь. А где он стоит-то? Где-то здесь стоит, по карте. Все, уже нигде не стоит, да. Очень сложно, что ствол вверх уходит, непривычно, пипец как, да. Теряешь очень много здоровья, борясь со стволом, так сказать. Но я думаю, к этому привыкнему надо в грудак целиться. Я в голову по привычке целюсь. Надо целиться в грудак. Сейчас попробуем. Да, ёпперс, это. Убили уже кого-то, да? О, здоровье пополняется, прикольно. А из-за чего? Тут какие-то, смотрите, кислотные гранаты всякие разные. Вообще много всего. Ох ты, ёпперс, это. Зафигачил кислотой парень. Это я, понимаете, я в упор его не увидел. Крадунчик, блин, я. Ну, стреляй в него, пожалуйста. Ой, отлично. Головоломка. Два раза, когда чуваку в голову убиваешь, говорят головоломка. Прикол, прикол, да. Это я бегу, смотрите. Отлично. Дубль два, замечательно. Он пошёл мне мстить и пришёл. Ну, походу, боты или чё? Или просто такие же игроки, как я? А что значит холоднокровный? Типа меня не видно в тепловизоре или чё? Ну, прикол. Тоже классненько. Не, игра классная. То есть, если сравнивать с каким-то даже варфейсом, на голову выше. То есть, там, конечно, по-моему, вид от первого лица, по крайней мере, когда я играл, был. Здесь как-то всё поприкольнее сделано. Та, блин, была немного удобнее всё-таки, да. Там стрелять было проще. Но ты бежишь и не чувствуешь, что это пушки. Ну, вы можете посмотреть мой видос по варфейсу. Не знаю, один он там был, два. Мне он, в принципе, понравился. Но вот эта вот игрулька мне нравится больше. С учётом того, что я шутеры вообще не воспринимаю. Я просто в них играть не умею, как вы поняли. Ну, блин. Стреляли в одного, убил другой, окей. СМГ, это прикольная пушка, потому что все меня убивают с ней. Надо будет пострелить. На самом деле, какая-нибудь слабенькая вещь. Просто мы растыкиваем. Да. Две минуты осталось. Счёт 31.25. Мы всеми силами пытаемся проиграть, но пока не получается. Ну, ничего. Пацаны говорят, ох ты, нифига ты жёсткий парень. Вот в этом случае надо было пистолет этот крутой брать, ему прям в тыкву с дробовика с этого стрелять. Ну, ладно, сейчас попробуем. То есть, здесь надо просто приноровиться. Ну, интерфейс такой разгруженный, потому что, допустим, в какой-нибудь пупка играешь, тебе палец некуда положить. По крайней мере, в стоковой раскладке. Ну, убили, смотрите. Эпический сейв. Шо значит эпический сейв? Не знаю, да. Там много кнопок на интерфейсе. Ты бежишь, что дверь какую-нибудь случайно откроешь, что гранату кинешь, что ещё что-нибудь. Здесь свободно пальцы бегают. Всё здорово. Ой-ё-ё-ё. Так, давайте-ка. Это типа слоу-моу? А, нет, мы типа выиграли. Окей, стреляем в воздух. Замечательно. Только хотел уже заканчивать, и тут какая-то разблокирована события гонка. Участвую в событии гонки, получая награды, главный приз. Прайм-джампер какой-то, чувак. А как в нём участвовать в этой гонке? А, гонка, наверное, по очкам. Я-то думал, реально надо бежать. Или нет? Подождите. А где условия соглашения прочитать? На что я подписываюсь? Да. Режим битва снайперов. Нет, короче. Гонка по очкам. Я-то думал, надо на своих двоих бежать. Как красава у тебя, знаете, гонки. Ну, блин, ладно, давайте попробуем побиться снайперами. Возможно, что-то из этого выйдет. Так, одного пацанчика вынесли. Надо какую-нибудь позицию занять. Естественно, карты я не знаю, так что... Под сомнением я. Ну, надо эти, смотреть. Следы выстрелов. У меня ощущение было, что здесь кто-то пробежал. Опаньки. Прикол, ещё идёт загрузка. Типа ты прицеливаешься, чтобы не лупить её на автомате. Ну, в принципе, это, наверное, даже интересно, я так скажу. Если бы я не упал, да. Чё по онлайну, не знаю. Либо здесь такие бешеные боты, либо люди играют. Но, в принципе, интересно играть, да. То есть, испытываешь трудности, сливаешься. Ой-ёй-ёй. Ну, вот прям пацанчик умер на глазах. Ну, давайте с ним бегать. Он крутой. Вон, смотрите, кто-то бегает. Ай-яй-яй-яй, из жопы стреляет. А так можно было, что ли? А, кластерная граната. Короче, всё было плохо. Они не снайперят, они читерят. Я хочу куда-нибудь залезть. Но он прыгает, смотрите, как инвалид. Зато танцует классно. Окей. В контейнер спрятался. Там пройти можно сквозь, да? О, я вижу цель. На. Ну, отлично. Ну, просто здорово. А если перезарядиться? Я вижу цель, я вижу цель, я вижу... Они пропадают. Видите, в чём прикол? То есть, он вроде... Или он просто сдох? Не знаю. Ой, прям не глядя, смотрите, попал. Не мог пальцем попасть по прицелечку. Так, что случилось? Почему не опять здоровье? Ну, мы типа выжили, мы молодцы. Это похоже, короче, на битву больших огненных скорпионов в том же самом красауте. Где у тебя... Ух ты. А, и убили, да? 2-1 счёт. Но мы выигрываем всё равно. Где у тебя ХП на один выстрел? И у всех урона на один выстрел, короче, да? И вы просто до первого, короче, шоты бегаете на машинах. Только там ещё прыгать можно было. Опаньки, здравствуйте. Прикольно, мне нравится. Для разнообразия почему бы нет? Тем более здесь сейчас ивент. И можно получить какого-то чувака. Можно даже попытаться, в принципе, пройти. Но я думаю, у меня не получится. Да. 23-15. Наш вклад в этот бой сейчас, наверное, минимальный вообще, да? Мы опять будем на последнем месте. Ой-ой-ой-ой. Привет, блин! Ха-ха-ха-ха! Кружили! Жёсткие два! Окей. Ну, так, в принципе, неплохо. Вот, хорошее кошерное место. Палим пацанчиков. Вот, бежит. Куда ты пошёл? Никуда ты не пойдёшь. Ещё что-то взорвался в конце. Вот это мне даже больше нравится, чем было. То, что здесь такие все небешеные, хладнокровные пацанчики. Ну, и вроде даже попадаем. Безжалостный 4. Нет-нет-нет-нет-нет. Ай-яй-яй-яй-яй. А можно как-нибудь засейвиться? Что даёт этот скилл? Надо было его прочитать. Что-то стрелял-стрелял. В кого стрелял, непонятно. Ну... Главное, что мы его зафигачили. Нет, из прицела выходить бред. А, ну понятно. Они-то стреляют не на автострельбе, поэтому стреляют тыры-пыры. А я-то ток выверные тычки даю, так сказать. Но не решили выиграть или что? Ну, блин, сдох. Ну и ладно. Победка. Окей, хорошо просидели в бой. Не знаю, вряд ли мы там будем даже на каком-нибудь третьем месте. Но было неплохо, да. Где мы, где мы? Чего? Мы MVP? Это мы? Это мы? Это мы MVP? Ну, клёво, чё? Здорово. Замечательно. Тут нам подсказывают, что каждый день в магазине есть бесплатная награда. Это очень здорово. Есть мотивация заходить её получать. А какой кулдаун? 24 часа, наверное, да? Ну, ладненько. На этой прекрасной ноте будем заканчивать. Получили MVP-ху. Скорее всего, сражались с ботами. Но почему бы и нет, да? В общем, игра прикольная. Так, шутанчик. Игра мне, в принципе, даже понравилась. Обязательно посмотрю, как работает она с джойстиком. Не знаю, не обещаю, будут ли видос по ней идти. Посмотрим, так сказать, на ваш актив. А пока на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем пока играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok